В мае этого года пьяный 36-летний Улан Уденец убил 22-летнего парня. Он нанес ему удар ножом по горлу. Молодой человек истекал кровью. Прохожие пытались ему помочь, вызвали скорую. Той же ночью он умер. Убийца несколько дней был в бегах, однако его все-таки задержали. Сейчас дело передали в суд. По данным следствия, 13 мая, в ходе произошедшей ссоры возле одного из увеселительных заведений на улице Гагарина, обвиняемый мужчина в состоянии алкогольного опьянения нанес ножом удар в шею знакомого 22-летнего молодого человека. Стальвира Оршуш проиграла первый поединок на Олимпиаде в Токио. Ей противостояла борица из Азербайджана Мария Стадник. Поединок закончился со счетом 11-7 в пользу Стадник, однако для бурятской спортсменки не все потеряно. При удачном раскладе сохраняется шанс на бронзовую медаль. Уроженка Бурятии Ржена Юй помогает пакистанским детям. Сейчас она живет в этой южно-азиатской стране и активно занимается благотворительностью ее подписчикам в инстаграме. Кстати, в основном все они из Бурятии, тоже помогают голодающим детям. С миру по нитке на гуманитарную помощь удалось собрать 61 тысячу рублей. Улан-Уденнис Никита Суханов победил на форуме Таврида. Это такой конкурс молодежных проектов. Там Никита защитил свою новую программу и выиграл грант на миллион рублей. Никита Суханов автор и ведущий программы по районам. Там он вместе с ведущими ездит по Бурятии и рассказывает про туристические места того или иного района. Я выиграл грант на сумму миллион пятьдесят тысяч на создание проекта по регионам. Это продолжение проекта по районам, где мы ездили по разным районам Бурятии и освещали, показывали самые лакомые кусочки этих районов. Сейчас мы будем это сделать с регионами. Для первого сезона мы взяли пять худших регионов по качеству жизни по статистике 2020 года. Это Еврейский автономный округ, Тыва, Забайкалье, Бурятия и Карачаево-Черкесия. Старт проекта планируется весной следующего года. С 19 августа аэропорт Байкал запускает рейс Улан-Удэ-Владивосток. Вылет каждый понедельник и четверг на комфортабельном Airbus 319. Теперь не нужно тратить два дня пути на поезде, чтобы добраться в морской порт Дальнего Востока. Это еще не все. Вы можете выиграть билеты на этот рейс. Авиакомпания «Аврора», Международный аэропорт Байкал и телекомпания АТВ объявляют розыгрыш билетов Улан-Удэ-Владивосток, билеты туда-обратно. Вы можете поучаствовать в этом конкурсе на инстаграм-аккаунте телекомпании АТВ. Записывайтесь, участвуйте. Все на рейс. В нашем инстаграме конкурс уже стартовал, так что заходите, подписывайтесь и участвуйте.